Слушайте, ну да, нужно признать, что когда я полгода назад делал видео про Canon R5, я все-таки был не прав. Я тогда сказал, что Canon вообще ничего такого не выпустит, и все характеристики там просто выдуманы, или со звездочками такими, что за ними и характеристики не видно. Но похоже, что нет, Canon выпускает камеру R5, в которой реально будет 8 карав видео, будет 4К 120 фпс, 12 кадров в секунду съемки с механическим затвором, 20 с электронным, и очень крутой автофокус, который мы знаем и любим, который стал еще лучше. Но все-таки в своей основной логике я был прав. Canon не позволит этой камере сожрать их линейку кинокамер, эта камера не будет лучше, чем 1DX Mark III, который вот только вышел, и эта камера хоть и шагнула далеко вперед от R-ки, но не настолько, чтобы на голову перешагнуть всех конкурентов. Сегодня я вам расскажу и попробую сам разобраться, что не так с Canon EOS R5. Отдельно останавливаться на характеристиках этой камеры я не буду, мы их просто здесь на экране выведем. Смотрите, изучайте, восторгайтесь. Я только расскажу о том, какие моменты есть спорные, потому что о них забыли рассказать на презентации. Итак, во-первых, 8К и 4К 120 FPS эта камера будет писать только на компакт-флэш-карту. Все дело в том, что датарейт у этих видов съемки просто огромный и на SD-карту он, видимо, не помещает. Поэтому будет только компакт-флэш-карты, которые, учтите, очень дорого стоят. Например, 512 гигабайт CF-карты стоят больше 500 долларов. При этом датарейт реально огромный, 8К, например, это 1300 или 2600 мегабит в секунду. То есть CF-карты будут заполняться очень быстро, жесткие диски у вас будут заполняться очень быстро. Но это все, в общем-то, предсказуемо и вряд ли является сюрпризом. На других камерах для решения этой проблемы используются альтернативные носители информации. Например, на Blackmagic'ах можно писать через USB Type-C в SSD диск. Это намного удобнее для дальнейшего workflow и намного-намного дешевле. Но здесь такого нет, потому что R5 это фотокамера, которая просто вот так вышла, что умеет снимать видео. Поэтому пишем только внутрь, только на CF-карты. Даже через HDMI на внешний рекордер вы не сможете записать ничего больше, чем 4К 60fps. Это ограничение, я думаю, стандарта HDMI, а не Canon. Ну, Canon, я думаю, был очень рад тому, что такое ограничение есть. Если бы нет, пришлось бы его придумывать. Кстати, по поводу HDMI-порта. Здесь HDMI-микро. Обычно Canon ставит в своей камере мини, он чуть-чуть побольше, чуть-чуть понадежнее и удобнее. Но здесь они сделали шаг назад и вместо того, чтобы поставить наоборот полноразмерный, поставили микро. Потому что Canon EOS R5 это камера для фото и ей полноразмерный HDMI не нужен. Следующий потенциально проблемный момент это роллинг-шаттер. Роллинг-шаттер это беда всех камер с большим количеством мегапикселей. Я думаю, что Canon здесь не исключение. К сожалению, камера еще не попала в руки ни к одному независимому обзорщику. Все видео, которые вышли до сих пор, являются видео-амбассадорами, то есть это люди, которых Canon спонсирует. Он им платит и, естественно, они очень ограничены в плане того, что они могут сказать, особенно если это критика камеры. Независимым обзорщикам камера попала вот только сейчас. И при этом это очень такие отобранные независимые обзорщики. И им многие вещи запретили сказать. Один из них прям честно признался, что, например, про роллинг-шаттеры мы говорить запретили. Мол, типа, камера при продакшн, все такое. Ну, камера выходит уже через три недели. И это значит, что есть уже финальная версия камеры, что есть уже финальная версия прошивки, и что эта камера прямо сейчас едет, плывет и так далее в магазины. И то, что сейчас у людей при продакшн камеры, ну, как-то сомнительно. Canon неплохо так хайпанул, и он хочет на волне этого хайпа доплыть до самого релиза, чтобы никакой негатив, никакие честные независимые мнения ему в этом не помешали. Поэтому камеру дали очень ограниченному кругу людей. Поэтому смотрите со скептицизмом на обзоры, которые сейчас выходят. Ждите официального релиза, когда камеру купят те люди, которым эту камеру не дают, которым приходится ее покупать за свои деньги. И тогда уже делайте свои выводы. Следующий момент ставит под большое сомнение то, что R5 вообще можно рассматривать как камеру для видео. Дело в том, что во всех интересных режимах съемки она очень сильно перегревается. В 8К, в 4К 120 фпс и в 4К, считанный со всего сенсора, с оверсэмплингом, камера будет перегреваться. Тайминг такой. В 8К записывается 20 минут, в 4К 30-25 фпс записывается 30 минут, и в 4К 120 фпс записывается 35 минут. Речь идет не о том, что это вот лимит, после которого вы можете остановить запись и начать потом. Это жесткий лимит, после которого камера выключается и говорит, что ей нужно отдохнуть, остудиться, и я работать больше не буду. Притом остывать она будет очень долго. Для того, чтобы снова записывать 8К, вам нужно остудить камеру 10 минут, и это вам позволит записывать где-то 3 минуты видео. В 4К со всего сенсора с оверсэмплингом вам нужно остужать камеру 20 минут, чтобы записать потом 10 минут видео. И в 4К 120 фпс вам нужно 10 минут остужать камеру, чтобы записать 10 минут видео. Речь идет про комнатную температуру 23 градуса. Если у вас в помещении или на улице жарче, то время будет еще меньше, если холоднее, то, соответственно, больше. Получается, что вы 20 минут где-то записываете, 20-30 минут записываете видео, а потом вам нужно почти час дать камере остынуть, чтобы записать еще 20 минут. Поэтому говорить о том, чтобы какие-то серьезные съемки, в которых участвует больше одного человека, делались на R5, я себе это, честно, не представляю. Без перегрева эта камера будет писать только 4К 25-30 в режиме Crop, но со всего сенсора с оверсэмплингом будет перегрев. Если я сейчас говорю, а вы не понимаете, что такое пиксель, биннинг, оверсэмплинг и так далее, то вам вот сюда, я там все очень подробно и, как мне кажется, понятно, рассказал. Так что хочу еще раз повторить мысль. R5 – это отличная фотокамера, которая, ну, так вышла, умеет снимать неплохое видео, но с очень большими ограничениями. Можно сказать, что это такая демка кинокамеры. 20 минут поснимали, час посмотри рекламу. Ну, или как вот в App Store, скачали какое-то приложение, поиграли уровень, а дальше онлодж за деньги. Вот тебе линейка C, там 7 тысяч, 10 тысяч, 15, сколько денег есть, столько покупаешь, наслаждаешься киновозможностями, а здесь, сорян, только демочка есть, небольшая, коротенькая на 20 минут. Вообще, если говорить о видео, то R6 выглядит намного интереснее, там сенсор меньше, а для видео это вообще-то плюс. Жалко, что Canon в свойственной ему манере эту камеру немножечко искусственно кастрировал. Жалко, что Canon не сегментирует свои камеры, как Sony или Panasonic. У них есть основная базовая камера, которая стоит подешевле, и все вроде по чуть-чуть умеет. Есть камера с высоким разрешением, которая в первую очередь предназначена для фото, высокой детализации и так далее. Есть камеры, наоборот, с малым мегапиксельным сенсором, которая предназначена в первую очередь для видео. У Canon, к сожалению, не так. У них для видео видеокамеры, а фотокамеры делятся на бюджет. Вот есть подороже, есть подешевле, получше, похуже. Именно из-за этого в R6 очень много что урезали. В ней нету покадрового сжатия, хотя ничего не мешает туда его добавить, там и сенсор, и процессор, все отлично это позволяет делать. В нем нету DCI 4K, это вообще искусственное ограничение. Добавь чуть-чуть вот сбоку что-то и обрезал, прежде чем сделать 4K обычный, и будет у тебя 4K DCI. Но нет, Canon DCI это вот для дорогой камеры, а обычным людям давай вот обычное 4K UHD. Мелочь вроде, но это реально ограничение, которого могло бы и не быть, будь Canon немного другой компанией или иначе позиционировав эту камеру. Хорошо, что, судя по всему, Canon не обрезал ничего реально критически важного. Например, автофокус. И в R5, и в R6 одинаковая система фокусировки, которая работает во всех видеорежимах, намного более продвинутая, чем была раньше, и теперь реально может соревноваться с Sony по тому, насколько она хорошо увидит глаза, лица и так далее. Еще и там, и там есть матричный стабилизатор, который первый у Canon, но при этом вроде как не первый блинкомом. Он хорошо работает и в фото, и в видео, не борется во время видеосъемки с проводками и так далее. Очень ждем возможности протестировать первый стабилизатор на Canon. До сих пор только Panasonic реально хорошо справлялся со стабилизацией, если мы говорим о видео. На Sony стабилизация что есть, что нет для видео. На Fuji X-T4 стабилизатор лучше, чем был ваш один, но все равно далек от идеала, Panasonic здесь реально неоспоримый лидер. Будет очень интересно, как Canon впишется в эту картинку, куда он будет лучше, чем Fuji, лучше, чем Panasonic, или все-таки намного хуже. Этот вопрос про новые Canon лично меня интригует больше всего. Второй момент, что и там, и там будет 10-битный 4.2.2 цвет, но правда только если вы пишете влог. Без покадрового сжатия это, конечно, может создавать проблемы, но не такие серьезные, как 8-битный 4.2.0 цвет, который Canon вполне мог бы оставить в R5, потому что типа дешевая камера. Ну, нет, они сделали 10-бит, они сделали автофокус, они сделали почти все, урезали совсем малость. И это очень обидно, что они не могли до конца уже пойти и ничего не обрезать. Все-таки что-то надо было. Ну, чего уж там, как я говорил, подводя итоги прошлого видео, камера-то классная. А теперь даже не одна, а сразу две. Притом, если про R5 было понятно, что дорого она будет стоить, то R6 по цене получилась достаточно конкурентоспособной. Она, конечно, дороже, чем A7 III, чем Z6, чем Panasonic S1 после всех скидок, которые он получил. Но она и умеет чуть-чуть больше. При этом никаких обновлений на горизонте мы вроде как не видим. От Sony мы ждем новую S, которая будет стоить дорого, а бюджетных моделей, которые были бы лучше, вроде как скоро и не будет. От Nikon я, честно говоря, вообще ничего не жду. Уже Panasonic делает интересные камеры, но вот автофокус это и хоть слабое место, и вроде пока они с этим ничего делать не планируют. Так что Canon наконец-то выпустил достойные тушки для своей RF-оптики. А оптика эта очень классная. Все, что мы тестили, это все очень интересные и необычные объективы. Они или безумно дорого стоят, очень качественные, или в чем-то даже уникальные, как 2870 F2, или дешевые, легкие, и при этом все равно имеют картинку, которая превосходит конкурентов в этой цене, ту же Sigma, например. Поэтому RF-маунт это реально очень перспективный маунт, намного интереснее, чем Sony, как мне кажется. Я лично очень жду R6. Если не будет каких-то подводных камней, то с удовольствием бы себе эту камеру прикупил. По мне, может, не видно, но Canon мне нравится, RF-оптика мне нравится, и с удовольствием бы эту камеру себе заполучил для съемки наших видео. Это будет очень классная и удобная рабочая лошадка. Что вы думаете по этому поводу? Что думаете про R5, про R6? Что планируете покупать себе? Пишите в комментариях, будет очень интересно узнать. И до встречи в новых роликах. Всем пока.